И мы пожарные объекты. Зон, где вы наполнитесь, обнаружил задымление. Все не видели, поднимите к стадии. При первых же словах о задымлении волонтёры, которые изображают многотысячную армию болельщиков, встают и устремляются к выходу. Эвакуацией руководят другие волонтёры, направляя ручеёк зрителей. Буквально за минуту трибуны пустеют. Вслед уходящим звучит тот же текст, но уже на английском. Уже в эту субботу в Кристалл-Арене начнётся первенство мира по кёрлингу среди юниоров. Приедут команды из разных стран мира. Подготовка к таким соревнованиям не уступает по тщательности подготовке к универсиаде. Арену решили протестировать в условиях, приближенных к реальным. А вот и причина задымления. Из-под новой трибуны, временно установленной для судей, поднимаются клубы дыма. Именно здесь будет много проводов и архтехники. Роль очага пожара сыграла эстрадная дым-машина. Дым быстро распространился под куполом. В опустевшую арену входят пожарные и полиция. В это время к Кристалл-Арене подъезжают всё новые и новые расчёты. Пожарные тут же разворачивают оперативный штаб. Пято-шестому предлагаю силами спецчастья развернуть КПП на базе автомобиля газодомозащитной службы и начальникам КПП назначить старшего автомобиля. Через некоторое время загорание под временными трибунами для судей потушено. Дым из спецмашины постепенно рассеивается в пустевшем зале, оставляя ощущение полной реальности происходящего. Учения намеренно планировали провести максимально реалистично. С дымом и как минимум сотней зрителей. Мы сегодня смоделировали ситуацию, когда одномоментно зрители из одного сектора поднялись по сигналу оповещения и начали своё движение. Для того, чтобы волонтёры визуально представляли, что это за поток, как им нужно управлять, насколько это сложно, какие особенности есть при проведении эвакуации. Всё время, что для ЦУчения, здание Кристалл-Арены словно окружено Красным кольцом. К международному первенству по кёрлингу готовится не хуже, чем к соревнованиям по универсиаде. Сегодня Кристалл-Арена в кольце машин, но к соревнованиям готовятся не только пожарные, но и полицейские. На соревнованиях ожидают до 2000 зрителей, поэтому полицейские зайдут в Кристалл-Арену за сутки до соревнований. В 6 утра 14 февраля. Всё здание обследуют кинологи и взрывотехники. С этого часа попасть сюда можно будет только при наличии билета или аккредитации. И только через рамку металлоискателя и тщательный досмотр. При этом запретят парковку машин по периметру арены. Хотелось бы обратиться ко всем участникам, гостям мероприятия, заранее позаботиться, чтобы при себе не было колющих, режущих предметов, каких-либо запрещенных предметов к проносу на спортивное мероприятие. Под запрет попадают также напитки в стекле или в пластике больших объёмов. Естественно, нельзя брать с собой спиртное. Для тех же, кто всё-таки пронесёт запрещенные предметы к месту соревнования или для любителей неадекватного и агрессивного поведения, есть специальная статья. По ней могут посадить на 15 суток и лишить права посещать спортивные мероприятия 3 года. В прошлом году так наказали трёх футбольных болельщиков и одного хоккейного. Хочется верить, что среди поклонников кёрлинга таких нет и эта информация им не пригодится. Как и спасателям не пригодятся приобретённые сегодня навыки. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости.